Данный материал содержит элементы рекламы. Также в новостях, которые мы каждый день собираем и рассказываем вам. Итак, первая новость, о чем бы мы хотели поговорить сегодня. Сегодня хочется поговорить о чем-то глобальном. Ну, например, все мы знаем, что зачастую, какое бы количество урн не стояло по нашему городу, все равно где-то найдется кучка мусора, которая оказывается там абсолютно случайно. И вроде бы мусор уже везде убирается и многократно. Вроде бы действительно этих урн довольно большое количество, но нет. Наши сограждане время от времени все равно продолжают мусорить там, где того делать не надо. И поэтому у нас есть небольшой лайфхак для вас. Итак, руководство популярного национального парка Таиланда под названием Кхауяй, расположенного недалеко от Бангока, будет отправлять туристам разбросанный ими же мусор. Мне кажется, это прекрасная идея. Вместе с отходами в направляемой коробке будет такая очень лаконичная и аккуратная записка. Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй. Таким образом, администрация хочет приучить посетителей не разбрасывать мусор. Мало того, что они беспокоятся о чистоте, помимо этого, они еще и беспокоятся о местных животных. Ведь если какой-либо зверек съест что-то, оставленное туристами, зверек может отравиться и погибнуть. А они этого явно не хотят. Данные нарушителей также будут передаваться в полицию. И полиция уже будет выписывать этим туристам штраф. Причем очень внушительный штраф. А многие, может быть, даже нарвутся на тюремное заключение. Мне кажется, хороший способ для того, чтобы отучить людей, которые приезжают в какую-либо страну, в какой-либо уголок нашей планеты, мусорить. И мне кажется, в нашей стране это тоже бы неплохо сработало. С таких вот новостей и с таких рассуждений мы начинаем наше утро. Прямо сейчас коротко о сегодняшней дате. 25 сентября в 1945 году советский полковник Василий Григорьевич Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы, который на тот момент стал рекордом мира. Прыжок он совершил с высоты в 13 108,5 метров. То есть 13 километров. В свободном падении он пробыл 167 секунд и раскрыл свой парашют на высоте 1 километра. Но для 1945 года на самом деле это очень внушительное достижение. Но, например, если говорить о современных достижениях, то на данный момент рекордом мира является прыжок австрийского прыгуна, который он совершил в 2012 году. Он выпрыгнул с высоты около 39 километров в свободном падении, пробыл около 10 минут и на высоте полутора километров раскрыл свой парашют. Ну и плюс к этому любопытная деталь. В рамках свободного падения его скорость достигла 1300 километров в час. Ну и для сравнения скорость звука 1100 километров в час. Соответственно, звуковой барьер он преодолел. Ну и в продолжении еще несколько интересных событий, связанных с сегодняшней датой. Еще раз напоминаю, сегодня 25 сентября. 25 сентября 1819 года был зарегистрирован первый в истории случай гемотрансфузии, то есть переливания крови от человека к человеку. Сделал это английский врач Джеймс Бланделл. Впервые переливание было сделано больному, страдавшему раком желудка. После процедуры пациент стал значительно бодрее и крепче, самочувствие его улучшилось. И несмотря на то, что окончательного исцеления так и не произошло, изучением и применением гемотрансфузии занялись всерьез. Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Дата проведения профессионального праздника была выбрана не случайно. В этот день в 1912 году была создана Международная фармацевтическая федерация. Цель организации – способствовать всем видам деятельности, помогающим выполнению фармацевтами своей роли, а также обеспечивающим защиту их прав и интересов. Свой день рождения сегодня отмечает Майкл Дуглас – американский киноактер и продюсер. Свои лучшие роли он сыграл в фильмах «Роман с камнем», «Жемчужина Нила», «Роковое влечение», «Уолл-стрит», «Основной инстинкт». В 2013 году Дуглас был удостоен всех главных теленоград США – «Эмми», «Золотой глобус», премия Гильдии киноактеров. Также он дважды становился обладателем «Оскара». Всего в фильмографии актера более 40 киноролей. Осень, как никакое другое время года, располагает нас к меланхолии. Ведь пора жарких дней и летних отпусков остается позади. На смену этим прекрасным дням приходят, во-первых, похолодания, во-вторых, может быть где-то дожди и надоедливая морозь. Как же избавиться от депрессии? Как же не захандрить? Давайте послушаем советы психологов. Тоска по лету и отсутствие мотивации к чему-либо – главные признаки осенней хандры. Вот почему так важно не упустить момент и встретить холодный и дождливый сезон во всеоружие. Грусть и апатия – естественные эмоции, которые испытывает каждый из нас. И даже если эти эмоции кажутся невыносимыми, это не означает, что вы столкнулись с депрессией. Но вот непроходящая осенняя хандра с отсутствием аппетита, мыслями о бесполезности и нежеланием вести привычный образ жизни может стать причиной тяжелого диагноза. Меланхолическое настроение осенью специалисты объясняют сокращением светового дня. Нам не хватает солнца, серое небо будто давит. Все это психологически угнетает. Бороться с осенней хандрой можно и нужно. И вот несколько советов. Обустройте себе уютное гнездышко. Совершенно точно среда, в которой мы находимся, задает наше настроение. Поэтому попробуйте преобразить интерьер вашего дома. Добавьте ярких акцентов. Например, приобретите плед и подушки для вашего дивана. Или даже поменяйте шторы. Зачастую они способны полностью изменить облик квартиры. Добавьте света, которого нам так не хватает, купив симпатичный светильник. Устройте киномарафон. Идеальный вариант для состояния, когда не хочется никуда вылезать. Просмотр сериала не только поможет отвлечься от проблем, но и поможет найти вдохновение на достижение новых целей. Кстати, о целях. Составьте их список до конца года. Воспользуйтесь прекрасной возможностью сделать то, что вы давно хотели. Прочитать ту самую книгу, спланировать путешествие мечты или научиться вязать. Да, именно такие маленькие цели и их достижения могут стать самой приятной частью осеннего периода. Займитесь собой. Одна только стрижка может поменять настроение. Не надо обреченно открывать шкаф и доставать из-за кромов старые свитера и нерадующий глаз пальто и куртки. Лучше выберите день и отправьтесь по магазинам, чтобы приобрести что-то совершенно новое. Вам важно почувствовать, что осень – это не уныние и серость. Осень – это новые краски, новый этап в жизни, к которому надо подойти во всеоружие. Пусть в вашем гардеробе появятся яркие акценты, будь то роскошное платье изумрудного цвета или коралловый свитер. А еще помним, движение – это жизнь. Благодаря физической активности вы будете чувствовать себя в тонусе. Кроме того, спорт помогает отвлечься от будничных проблем и повысить настроение. Так что займитесь им прямо сейчас, дома или, если тяжело себя заставить, приобретите абонемент в спортзал. Чаще бывайте на свежем воздухе. Осень – не повод сидеть дома. Отправляйтесь на прогулку по городу и не забудьте по пути зайти в милую кофейню и выпить чашечку ароматного кофе или чая. Можете даже пирожное себе позволить. Специалисты уверяют, что на диету осенью садиться не стоит. Наладьте режим питания и сна. Старайтесь просыпаться и ложиться в одно и то же время. Это значительно облегчит жизнь организму. В рацион добавляйте больше сезонных овощей и фруктов, которые богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. И главное помните, осенью жизнь не останавливается. Напротив, с наступлением сентября начинается много интересного. Главное – правильно использовать это время. И снова доброе утро. На всякий случай напоминаю, что на календаре сегодня пятница. Самое время задуматься о том, чем вы будете заниматься на выходных. И вот в воскресенье у вас есть уникальная возможность в полглазка, а может быть даже во все два, посмотреть на историческую красивую мотоциклетную технику. Вот об этом мы сегодня разговариваем с нашими гостями. У нас в гостях Даном Дура и Вадим Долинский. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, собственно, только ли историческая техника или стилизованная под историческую, что вообще будет? 27-го числа во всем мире проводится Distinguished Gentleman Ride. Это мероприятие, которое объединяет любителей специальных нишевых мотоциклов. Это мотоциклы, которые ретро-винтажного стиля. И любители такой техники, которые в этот день ездят одетые с иголочки и показывают, что вот они существуют, они ездят. И весь этот заезд, конечно, происходит с благотворительной миссией. Вот про благотворительную миссию. Дан, расскажешь? Расскажу, конечно. Значит, этот заезд делается в один же день во всем мире. И он появился, как идея появилась в 2019 году. И изначально это зародилось как благотворительная идея. Каждый участник должен зарегистрироваться на сайте, официальном сайте и сделать там пожертвования. Нету минимальных или максимальных цифр. Каждый жертвует сколько он хочет. И все эти деньги уходят в один фонд. То есть они не остаются здесь у нас в Молдове. В один фонд, который их перенаправляет на изучение препаратов для лечения определенных болезней. И в старческом возрасте для мужчин. Именно для мужчин. Именно для мужчин. То есть фактически мы сейчас как бы даем деньги для наших дедов. Либо для нас в будущем. Мы инвестируем в свое здоровье. Я понял. Интересный вариант. Собственно, какие мотоциклы допускаются? Потому что мы говорили о том, что это нишевые мотоциклы, это историческая техника. Бывают же современные мотоциклы, которые стилизованы под старые? Да, конечно. Это очень большую линейку выпускает марка Triumph. Марка Moto Guzzi выпускает сейчас технику, которая подходит под концепт DGR. Дальше практически все советские мотоциклы советского периода, они тоже подходят. Единственное, что, конечно, они выглядеть должны быть в перфектном состоянии. Да, в принципе, если что-то надалеко ходить, Урал продолжает до сих пор выпускать те самые мотоциклы. Конечно. Все мотоциклы с коляской подходят под тематику Distinguished Gentleman Ride. Кроме этого подходят новые сделанные кафе-рейсеры, переделанные кастомные мотоциклы. Подходят даже мотоциклы, сделанные из обычных, так называемых, круизеров, но переделанные достаточно в стилистике DGR. Есть специальные рекомендации. Не используются в DGR, не допускаются. Утилитарные мотоциклы, такие как Naked, Street, спортивные, Enduro, весь пластик, практически пластиковые мотоциклы, как мы их называем, они не допускаются. Я понимаю, сейчас половина мотоциклистов может просто обидеться, да? На самом деле, не стоит обижаться, это просто другой класс. Никто никого не противопоставляет. На самом деле, просто этим мероприятием показывается, что есть и такие мотоциклы, и они тоже могут собираться и показывать, выходить и говорить, что у нас есть такая цель. Скажем так, клуб по интересам, условно говоря. Вообще, обычные люди могут ли как-то приехать куда-то, посмотреть, вот как им взаимодействовать со всем этим мероприятием? Ну, в этом году у нас, исходя из того, что у нас ситуация какая есть в этом году, заезд будет чуть-чуть по-другому, то есть не будет общего парада, мы не будем собираться вместе, будет каждый выезжать по отдельности. Но мы все будем ездить по историческому центру города, в периметре улицы Матерьевич, Михаил Витязо, Измаил, Колумна. Каждый выбирает маршрут, как он хочет. Так что, если есть те, которые хотят на это посмотреть, либо которые думают на будущее, приобщиться к этой теме, могут выйти, быть на центральных улицах, кроме Штефана Чалмари, потому что про Штефан сейчас запрещено ездить. Это отдельная тема разговора. На других центральных улицах с большой вероятностью каждые несколько минут будет проезжать кто-то, который будет ездить на вот этих специфических мотоциклах и который будет и одет тоже. У меня есть небольшое предложение вот к вам, как к организаторам. То есть надо придумать какой-то условный знак для простых прохожих. То есть если он как-то машет, я не знаю, двумя руками, то надо остановиться, сфотографироваться. Такой вариант возможен? Я думаю, это отличный вариант. И я вам скажу, что если прохожие даже найдут страничку мероприятия в Фейсбуке, они даже узнают, где можно с большей вероятностью встретить вот этих мотоциклистов. Я не буду раскрывать все карты, но такая возможность есть. Я понял. Ну и главное, конечно, это подчеркнуть ситуацию с коронавирусом, да, то есть немножечко постараться вот так вот не стыковаться. Поэтому каждый, как там звучит слоган мероприятия, катаемся отдельно, но вместе. Ред соус together. Каждый по отдельности, но все вместе. А что по деткам? Вот я смотрю, тут такой вот детский шлем у нас лежит в пандах, по-моему, да, в разных лапках. Что детки? Участвуют вообще в таких мероприятиях? Вообще, на самом деле, по правилам дорожного движения, у нас по общественным дорогам запрещено детей катать до 12 лет. Слушайте, на 13 лет это тоже детки? 12 лет, да, тоже детки. И 5 лет детки. И вообще, в принципе, в европейском законодательстве многих стран детей разрешают катать даже с 2 лет, некоторых с 5 лет, при условиях, что у них есть шлемы, либо специальные сидения. Такие сидения делаются в Италии, например, в Германии, они используются. У нас дети любят мотоциклы, очень им нравятся, но приходится катать их на закрытых площадках, чтобы не нарушать правила. То есть все-таки приобщать так потихонечку и ждать 12 лет. А вообще, вот такой вопрос, наверное, лично каждому из вас. А сколько у вас мотоциклов? Даныш задумался. Ну, у меня более 20. Ну, из которых где-то 10 в рабочем состоянии, которые уже прошли этап реставрации. Огонь, воду, медные трубы. А остальные еще ждут своего возрождения, скажем, или... Вадим? Я люблю разные мотоциклы, и так сейчас получается, что иногда я, приобретая какой-то мотоцикл, начинаю его распробовать. Если он мне понравится, я его оставляю. Ну, это очень субъективно. Если нет, то я передаю у кого-то хорошие руки. Вот, и поэтому это случается так, что бывает у меня от трех до шести. Мне нравится такое плавающее количество. Я просто к чему этот вопрос задаю? Вообще, реально на исторической технике кататься вот практически каждый день? Или вот в современных реалиях это прям сложно? Абсолютно можно. Есть, например, мы знаем одного парня, который ездит на восстановленной Яве в 70 какого-то года, и он практически каждый день ездит на работу. Но для того, чтобы восстановить эту Яву, он достаточно много изучил литературу, информацию, заказал правильных запчастей. Не просто вот так вот надо купить, например, тормозной диск от Явы. Нет, специального производителя, который подходит. И тогда эта техника достаточно хорошо может служить. Ведь не так уж давно, лет 30 назад, наши родители путешествовали на этих Явах в Крым. И это нормально было. Отсюда в Крым на мотоцикле это сумасшествие. Вот сейчас по современным меркам, когда ты понимаешь, что ты хочешь сесть в машину с кондиционером и доехать очень быстро, желательно в один прием, конечно, это странно. Когда ты рассказываешь вообще просто прохожим, что ты на... Ну, не говорю про исторической техники, а обычных дорожных мотоциклах. Ты можешь проехать до Франции и обратно. Они говорят, мы не верим, это невозможно. Мотоциклы это же так, просто до кафе и обратно. Ну да, да. Особенно такие. Вот, а на самом-то деле это большой пласт техники, которая является отличной альтернативой автомобилю и позволяет тебе увидеть гораздо больше, гораздо интереснее, прочувствовать то путешествие, в которое ты находишься. Да, я здесь ее тоже добавлю. Вот в этом году так получилось, что не надо было детей в школу возить. И вот я до сих пор езжу на мотоцикле, я, наверное, катал уже тысяч десять километров по Кишиневу. И это мое транспортное средство на каждый день. И в данном случае, кроме того, что получаешь удовольствие от этого, еще намного быстрее доезжаешь до работы. То есть для меня эти пробки, которые сейчас по городу не существуют. Сумасшедшие просто пробки. Нету, и все решается быстро, и без... То есть если ты говоришь человеку, что ты будешь в 11.00, ты будешь в 11.00, 100%. Ну, если мы говорим про мотоцикл без коляски, с коляской все-таки немножко другая история. Ладно, давайте вернемся к мероприятию, которое будет в воскресенье. Где, в какое время, как стать участником этого мероприятия? Вот для тех, кто нас смотрит, еще не зарегистрировался, вот об этом поподробнее. В первую очередь надо хотеть. Во вторую очередь надо иметь мотоцикл, который подходит. То, что мы говорили. То есть здесь определенные виды есть, то, что мы говорили ранее. В-третьих, надо зарегистрироваться на сайте www.gentlemansride.com. Там сделать пожертвование. Дальше, найти страничку на фейсбуке мероприятий. Там уже дальше все есть. Есть информация. Информация, инструкция, что делать, когда и прочее. Ну что ж, спасибо за визит, спасибо за красивое мероприятие. И на самом деле хочется пожелать в воскресенье хорошей погоды. Да, мы надеемся. В общем, держим кулаки. Ну а вы не забывайте присоединяться к таким хорошим, красивым мероприятиям, потому что историческая мототехника – это очень красиво. И когда ты смотришь на такую технику, ты понимаешь, насколько сложно ее поддерживать в подобном состоянии. Поэтому такие мероприятия очень важны. Ну а мы продолжаем наше утро. Генеральный спонсор показа – Наскафе. Новое утро. Новый кофе Наскафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа – Наскафе. Сборы фильма «Довод» Кристофера Нолана. Очень нашумевший проект. В США продолжают падать, несмотря на то, что уже перевалили за 250 миллионов долларов. Но действительно, как я уже сказал, кассовые сборы продолжают неуклонно идти вниз. «Довод» – это первый крупный проект, который вышел на большие экраны в условиях пандемии. По сути, он стал проверкой того, насколько готовы сейчас вообще люди возвращаться в кинотеатры. Студия Warner Bros., которая потратила на этот фильм порядка 200 миллионов долларов, заявляет, что это будет скорее марафон, а не спринт, каким обычно является премьера фильма и соответствующие быстрые показы в рамках глобальных премьер. Но, как ни крути, студия в плюс уже вышла, но я уверен, что рассчитывали они заработать куда больше. Что здесь произошло? Еще не произошло. В будущем есть люди, которым нужны мы. Которым нужен довод. Ты должен спасти их здесь и сейчас. Это обратное течение времени. Разве то, что мы здесь не значат, что ничего не произошло. Хорошей едой удивить можно. Это искусство. Но если к процессу приготовления добавить еще и некоторые трюки, тогда это искусство вдвойне. По крайней мере, это так считают веселые кулинары, которые процесс готовки выкладывают не только на стол, но и в сеть. Именно такие ролики набирают огромное количество просмотров в сети. Так вот, почему некоторые заказы нам приходится ждать так долго. Впрочем, сами повара уверяют. Упражняются в жонглировании, а не исключительно в свободное от работы время. Да и вообще, этот навык нужен для профессионального роста. Вот этот повар, например, за час может накормить почти 300 голодных клиентов. Другие берут не скоростью, а зрелищностью. Вот этот китайский повар, например, из приготовления простого завтрака устраивает такое шоу, которое точно стоит не только выеденного яйца, но и целую курицу. Кстати, Ашо, вы тоже думали, что чаще всего повара – это серьезные и сосредоточенные на процессе приготовления пищи люди? Я вот да. А оказалось, что многие из них, пока руки заняты делом, могут еще и спеть арию другую. Не верите? Вообще, подурачиться в рабочий перерыв не откажутся многие повара, особенно молодые. Например, поиграть на воображаемой гитаре. А что делать, если руки заняты готовкой? Конечно, задействовать ноги. Вот сидите вы себе в ресторане, ждете заказа, а тем временем за закрытыми дверями кухни такое творится. Шеф, давай танцуй. А некоторые, наоборот, не скрывают свои танцы, а преподносят как главное достоинство заведения. Гренландия – первый фильм «Катастрофа», выпущенный в этом году, уже вышел в прокат. По сюжету огромная комета летит по направлению к Земле и единственное безопасное место – бункер в Гренландии. Подробнее о ленте и самые интересные факты о фильме «Катастрофе» 2020 года. Об этом в нашем следующем материале. Это межзвездная комета Кланк. Да-да, не говори. Просто сенсация. По сюжету фильма к Земле приближается комета. Конец света кажется неизбежным. Люди по всему миру следят за падением небольших осколков межзвездного объекта, ожидая эффектного зрелища в прямом эфире. После первой ударной волны, уничтожившей целый населенный пункт, зрителей охватывает паника. Средства массовой информации сообщают, что через считанные часы другие гигантские обломки полностью уничтожат планету. Похоже на то, что правительство США было давно осведомлено и подготовлено к грядущей катастрофе. И даже больше. Власти определили избранных, которым обеспечат транспортировку в засекреченный бункер в далекой Гренландии. Среди них оказывается и Джон Геррити, его жена Эллисон и их маленький сын Нейтан. Они отправляются в опасное путешествие в надежде найти убежище. Однако на их пути встают не только разрушенные кометы города и дороги, но и обезумевшие люди, которые во время глобальной катастрофы проявляют свои худшие качества. Главную ставку создателей фильма делают на то, что зритель будет ассоциировать себя с центральными персонажами, которые отчаянно пытаются спасти свою семью. Здесь это работает лучше, чем в остальных фильмах-катастрофах. Перед нами обычные люди, не способные повлиять на внешние факторы. «Гренландия» – не первый фильм-катастрофа в актерской карьере Джерарда Баттлера, который исполнил роль Джона Геррити. В 2017 году в прокат вышел фильм «Геошторм», в котором герою Баттлера, работавшему главным координатором Международной климатической станции, пришлось спасать мир. Кстати, изначально главную роль в проекте должен был сыграть Крис Эванс, а режиссером – выступить Нил Бломкамп. Однако оба отказались на ранних этапах производства. В итоге постановщиком выступил Рик Роман Во, с которым Баттлер работал над падением ангела. «Гренландия», как и любой другой фильм-катастрофа, следует определенному набору клише. Здесь и разбитая семья, которую вновь объединяет несчастье. И суровый деревенский отец бывшей жены, решающий умереть в своем доме, а не бежать и спасаться. И обязательная жертва, которую нужно принести, чтобы зрители расчувствовались. Несмотря на это, события фильма захватывают и могут удержать напряжение, вызывая вовлечение в сюжет. Когда все известные рецепты уже перебраны, наступает время попросить совета у бренд-амбассадора сети магазинов «Максимум» Думитру Бойку. Всем доброе утро! Зовут меня Думитру Бойку, и это новое утро на телеканале РТР Молдова. Как всегда, мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся интересными и необычными рецептами к вашему завтраку. И не только. Сегодня на повестке дня сыр пане. Что нам для этого понадобится? Панировочные сухари. Ну, в нашем случае мы сейчас взяли сухари панко. Но вы можете сделать обычные панировочные сухари, которые продаются в магазине, или даже сделать сухари самостоятельно. К сыру пане мы будем с вами подавать сегодня смородиновое варенье или джем. Нам понадобится сыр, яйцо и пшеничная мука. Все очень просто. Я напоминаю о том, что сыр пане можно использовать в качестве хорошей закуски, например, к разным напиткам, плюс ко всему еще. Ну и, конечно, использовать, например, для бутербродов или сэндвичей тоже очень хорошо и вкусно. Что нам еще понадобится? Нам еще понадобится с вами вот такая вот очень интересная вещь. Дело в том, что сыр пане вообще обычно готовится во фритюре. Техника фритюра, французская техника фритюра, это техника обжаривания на высокой температуре в растительном масле. И обычно, когда мы с вами говорим про фритюр, это такая история не очень полезной пищи, слишком много жира. И вообще все стараются сейчас вести более здоровый и правильный образ жизни. Поэтому у бренда Philips есть очень классное решение по этому поводу. А что именно? Это аэрофритюр. Что значит аэрофритюр? Это означает, что мы можем в нем готовить подачи горячего воздуха. Не нужно ни капли масла. Плюс ко всему еще, здесь есть достаточно удобная чаша. Я покажу вам. Вот такая вот она съемная. Здесь можно не только готовить, например, что-то в качестве фритюра. Здесь можно еще даже делать выпечку. Например, готовить омлеты или запеканку. Тоже очень комфортно и удобно. Но давайте обо всем по порядку. Кстати, по поводу системы управления. Все очень просто. Здесь на верхней крышке есть индикатор с температурой, с подсказками. Индикатор с подсказками о температуре, о продукте и о времени его приготовления. Я выбираю индикатор, который отвечает за курицу. Разогреваю фритюр до 200 градусов и ставлю его на несколько минут. Ребята, здесь есть функция дефроста. Что означает дефроста? Это значит, ну типа, дефростация продукта, разморозка. То есть, если, допустим, у вас есть что-то замороженное. Например, замороженная кукуруза. Не только кукуруза, вообще любой другой замороженный овощ или, например, мясо, или рыба, или птица. И вам нужно это разморозить, то вы можете это бережно разморозить с функцией разморозки и дефростации в аэрофритюре. Ну не чудо ли это? Итак, погнали. Насыплю сюда муку. Кстати, если вы хотите придать вашему сыру панка еще больше вкуса и аромата, то я думаю о том, что вы можете смешать муку, например, с какой-нибудь сухой специей. Самое главное, помните о том, что не нужно добавлять их слишком много, потому что, когда вы будете их готовить на горячем воздухе, они могут сгореть и дать вам не тот вкус. Итак, мне нужно разбить яйца. Они мне тоже сегодня понадобятся. Вообще, на самом деле, мне сказали о том, что сыр пане – это достаточно популярное блюдо в ресторанах. Но я, признаюсь, не особо его встречал. Ну, может быть, я просто не обращал на него внимания. Если вы любите сыр пане, то если вы вообще сырная душа, знаете, есть такие люди, которых называют сырной душой. Вот если вы сырная душа, то тогда вам этот рецепт придется по вкусу. Пока я делаю все подготовления, я хочу вам напомнить о том, чтобы вы не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях. Максимум.мд на платформе Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, ТикТока. Поэтому следите за нами внимательно, потому что у нас происходит там много чего интересного. Всевозможные сезонные предложения, скидки, акции, обзоры, которые делает моя коллега Аля, тоже все это там есть. Можете найти и быть в курсе всех новинок и событий. Нам с вами нужно нарезать сыр. Порежу его вот так. А потом на такие порционные квадратики. Четыре штуки будет достаточно? Я думаю, да. Ну что, погнали? Мука. Яйцо. И панировочный сухарид. Кстати, я должен напомнить вам о том, что если вы, например, используете не очень соленый сыр, то тогда не забудьте яйца подсолить чуть-чуть, да? Но если сыр достаточно соленый, то смотрите, не переборщите с солью. Повторяем упражнение. Мука. Яйцо. Это сигнал, который вы только что услышали. Это означает, что аэрофритюр уже закончил процесс приготовления. Я просто решил его разогреть заранее, чтобы сэкономить время. Вы тоже можете, кстати, так поступать. Если вам важно, чтобы все произошло очень быстро, нет очень много времени, то вы можете его разогреть заранее, и он у вас будет прям в горячем состоянии, готов уже к использованию. Отлично, у нас все получилось. Итак, устанавливаю таймер приблизительно где-то на 6 минут, этого будет достаточно. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что здесь есть вот такая вот съемная чаша, она снимается. Очень комфортная. Здесь есть специальное пространство для того, чтобы горячий воздух правильно циркулировал и обжаривал продукт со всех сторон, что тоже очень круто и очень важно. И, как вы видите, у меня здесь нет ни капли масла. Я закладываю сюда сыр. Мы с вами ждем буквально 5 минут, и через 5 минут будем наслаждаться наивкуснейшим сыром пане. Вуаля! Как всегда, процесс готовки блюда нам подсказывает аромат. У нас все готово, давайте посмотрим, как это получилось. Я даже останавливаю специально, потому что понимаю, что все. Посмотрите, какая у него красивая корка. Посмотрите, какой он полезный, назовем это так. Какой он хрустящий, какой он правильный. Смородиновое варенье. У меня есть немного зелени. Ребята, ну, кто вам сказал о том, что обычный сыр в панировочных сухарях не может быть реально классным и супер простым блюдом? Я еще раз говорю огромное спасибо нашему аэрофритюру от бренда Philips за это полезное, правильное, грамотное блюдо. Ну, а меня зовут Дмитрий Трубойко. Я желаю вам приятного аппетита, хорошего дня в продолжении. Ну, и не забывайте о том, что мы с вами увидимся в следующих выпусках с новыми интересными кулинарными решениями. Приятного аппетита, счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Теперь с молотой арабикой Богатый аромат Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нескафе Классик. Теперь с молотой арабикой Данный материал содержит элементы рекламы. Он мог бы стать первоклассным строителем, хорошей швеей и, может быть, даже неплохим инженером. Но в итоге он принял решение целовать песок, по которому ты ходила. Владимир Маркин. Сегодня его счастливый случай. Когда он пел эту песню, у него еще не было классического музыкального образования. Да и манера исполнения была чересчур дерзкой. Не как у степенных представителей советской эстрады, а скорее, как у парней из соседнего двора. Но именно эти искренность, честность и простота так полюбились миллионам поклонников. Каждый раз, когда я еще маленьким пацаном смотрел на себя в зеркало, я понимал, что я должен научиться доносить себя самого, какой я есть, естественный, настоящий, натуральный, доносить себя зрителям. Будущий артист родился в самой обычной советской ячейке общества. Папа военный, мама учительница. В четвером Маркины уйтились в 10-метровой комнатке в подмосковной коммунальной квартире. И хоть песни там звучали часто, Вовочку, так Владимира называла мама, в музыкальную школу решили не отдавать. Тем более, что в семье уже рос один музыкант. Старший брат, он был старше меня на 10 лет. Он вообще прекрасно владел всеми инструментами, которыми только можно. Родители боялись, что это, естественно, будет такая тропинка ближе к алкоголю. Поэтому мальчику пришлось искать другие хобби. Он занимался авиамоделированием, собирал радиопередатчики, увлекался конструктором. А еще организовывал различные школьные мероприятия и хорошо учился. За все это его, премьерного пионера, в 12-летнем возрасте вместе со школьной группой отправили в Чехословакию. Поездка оказалась не только веселой, но и судьбоносной. Ребята там часто пели песни под гитару. Вова, заметив, как влюбленно на гитаристов смотрит девчонки, загорелся желанием освоить инструмент. И после поездки попросил старшего брата показать ему пару аккордов. То ли взял гитару, так, по-взрослому, сыграл сложнейшую джазовую композицию, говорит, ну, братишка, примерно вот так ты и должен как-то так обучаться этому делу. И я понял, что брат меня не будет обучать. Пришлось постигать музыкальную науку самому. Так появился школьный ансамбль «Силуэты». А с ним и первая поклонница девятиклассника Володи. Мы уже тогда зажигали в школе, и одна девчонка, которая потом стала, по-моему, первым депутатом Госдумы, она подошла ко мне и сказала, Вова, дай-ка я на всякий случай возьму у тебя автограф. Но, несмотря на такой успех, о сцене Владимир тогда не грезил. И когда пришло время выбирать профессию, остановился на инженерной специальности. С вузом тоже помог определиться случай. В Московском энергетическом институте, одном из сильнейших на тот момент учебных заведений страны, училась дочка классной руководительницы Владимира. Она и привела его сюда просто посмотреть. Молодому человеку так понравились вот эти колонны, что он решил, буду учиться именно здесь. Как потом окажется, это решение станет важной вехой на творческом пути певца. После третьего курса он, неожиданно для себя, оказался в знаменитом оздоровительном лагере института Алуште. Я сразу попал туда в качестве культорга. Меня моя однокурсница, одногруппница, Танюшка туда заманила, в хорошем смысле этого слова. И эти три смены, ну, просто стали самыми такими судьбоносными. В то время в лагере собирался без преувеличения весь цвет творческой молодежи. Сергей Крылов, Александр Градский, Сергей Минаев и многие-многие другие, чьи имена вскоре будут олицетворять собой советский шоу-бизнес. А когда весенними ночами, часто думая, что я влюблен... И вот в этой-то атмосфере Владимир Маркин как-то исполнил песню «Я готов целовать песок». Популярный дворовый шлягер второй половины 20 века. Это исполнение сняли на камеру и показали в главной музыкальной программе страны – «Утренней почте». Мне до сих пор спрашивают, а где клип на песню «Я готов целовать песок». Я говорю, его нету в природе. Его просто нет, потому что он был как бы такой небольшой зарисовкой, но песня осела у людей сразу в голове. Страна узнала Владимира Маркина. Он начал гастролировать по союзу со своими друзьями. Популярность была, но пока еще не сумасшедшая. Настоящий успех к музыканту пришел, когда над ним проплыл сиреневый туман. История появления этой песни в репертуаре Владимира Маркина – уже легенда. Однажды Андрей Макаревич пригласил начинающего певца к себе в гости. А там в это время находился Александр Градский. И Градский напел один куплет сиреневого тумана. Ну как Градский может напеть? Градский может напеть так, что ты потом будешь вместе сходить напевать. Что, собственно, и произошло. Тогда я, конечно, песней заболел, я стал искать эти куплеты. Так еще одна полузабытая дворовая песня обрела вторую жизнь и полюбилась зрителям именно в исполнении Владимира Маркина. Потом было множество других его хитов – «Белая черемуха», «Колокола», «Царевна Несмеяна», «Ольга». В репертуаре артиста сегодня более ста известных и обожаемых поклонниками песен. И этот музыкальный багаж Маркина с каждым годом только растет. Он постоянно радует свою аудиторию не только хитами, но и новыми работами. Ведь сам музыкант до сих пор полон энергии и молот душой. Он все тот же дерзкий и смелый парень, который когда-то с легкостью покорил эстрадный Олимп. С добрым утром еще раз всех тех, кто только что присоединился. Вдруг вы пропустили всю программу, зато не пропустите самого главного. Да, дело в том, что мы время от времени рассказываем абсолютно честно о своем настроении. Потому как, ну, многие телеведущие делают вид, что они добрые, белые и пушистые. Мы тоже белые. А мы время от времени рассказываем… И местами пушистые, но не добрые. Мы местами, да, рассказываем о том, какие мы на самом деле. Так вот, сегодня как раз Таис рвет и мечет. И если у вас настроение такое же, как у нее, стереть кого-нибудь в порошок, поможет вам в этом Антонина из компании Топш. Доброе утро. Доброе утро, Антонина. Доброе утро. Вот так сразу на вас посмотришь, Антонина, и не скажешь, что вы человек, который стирает других в порошок. А что, голыми руками может? Может, какие-нибудь приспособления? Да, нет, сама не справлюсь с этой задачей, но поможет вам стереть в порошок, ну, все абсолютно, что попадет в зону вашего видимости, скажем так. Но я сейчас не говорю о людях все-таки, о врагах, да, неприятных. Я говорю о будь-то кофе, вот мы сегодня покажем, продемонстрируем, будь это лед, что еще? Орехи. Орехи, без проблем. Семечки. Семечки, стебли, кожура, жмых вот этот, который остается после овощей. Ну, давайте обо всем по порядку. Подождите, вот про семечки хотелось бы отдельно. Ребят, есть у кого-нибудь семечки такие со шкарлупой, нету? Ну, приличные. Специально для тебя перемолоть семечки вместе со шкарлупой. Спасибо. К одинаков мне налепить, чтобы аппендицитик кольнул, да, где-нибудь? Да, 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 ты же знаешь, что мои теплые чувства к тебе просто заставляют меня это сделать. Благодарю тебя, Дмитрий. Окей, давайте тогда поговорим подробнее о нутрибуллете. Зачем молоть стебли? Вот этот вопрос насущный. Очень интересная сейчас вот я вам информация, расскажу я о ней. Но начну я с акций. Сегодня по акции проходит нутрибуллет ред. Мощность этого нутрибуллета 600 ватт. И в комплект с нутрибуллетом вот, в принципе, вот все, что вы видите, вот, вот, вот. Это то, что получите вы, да, я к тому, что вот эта чаша... Кроме чаши с кофе. Чаша с кофе, это отдельно, скажем так, мы достали из другого набора. Но по акции проходит нутрибуллет, ред, вот, он со своей собственной чашей идет в комплекте. И также в коробке вы получите еще и книгу рецептов. Книга рецептов специально для нутрибуллета? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а у компании Топ Шоп можно купить специально для Таиса отдельно книгу с рецептами? Нет. Нутрибуллет просто у нас уже есть, да, а вот книга с рецептами тебе бы пригодилась. Это правда. И еще человека, который готовит, взялась у нас сразу. Это очень легко, это очень легко. Я сейчас расскажу, там, за считанные минуты вы уже сможете приготовить себе благодаря нутрибуллету какой-либо нутрибласт. Ну, в твоем случае на считанные минуты не рассчитываем. Какой такой нутрибласт? Нутрибласт. Можно я назову номер телефона и акцию. А потом поговорим о нутрибластах. 022-264-102. Это номер телефона, по которому всем дозвонившимся телезрителям наш нутрибуллет достанется со скидкой 50% всего лишь за 1149 лейв. На самом деле мы тестировали нутрибуллет. Неоднократно. Ты же помнишь, неоднократно мы его использовали. Измельчает просто как сумасшедший. Труху. Абсолютно. Поэтому вот эту вещь мы можем однозначно рекомендовать, потому что мы это уже использовали. Да. Да. Что сказать? Вот теперь про нутрибласт и про стебли. Что такое нутрибласт? Нутрибласт – это обогащенный витаминами, минералами, что еще? Кальцием. Ну, в общем, все самое необходимое нашему организму – напиток, который готовится в нутрибуллете. Допустим, вы запускаете в чашу нутрибуллета стебли сельдерея. Так, ну что, орехи? Я видела просто такой рецепт. Да, там действительно стебли сельдерея входили. А сельдерей суперполезный, кстати. Кстати, сельдерей с яблоками просто обожаю. Яблоки, а, дыня там еще была, кстати. Да, и вот это все буквально за 2-3 секунды у вас перемалывается, стирается, раздрабливается и превращается в питательный, супер-супер вкусный и очень полезный напиток. Это под названием нутрибласт. В общем, вот эти напитки, ну, приготовленные в нутрибуллете, называются нутрибласт. Я, когда в прошлый раз готовил себе сок из сельдерея и яблок, использовал соковыжималку. Огромное количество всевозможных волокон уходит просто в мусорку, хотя на самом деле это нехорошо. Ну, конечно. Потому что эти пищевые волокна нужны нашему кишечнику. Абсолютно верно. Вот. Поэтому лучше их не выбрасывать, конечно, используйте никакую вещь. Можешь потом ложечкой жмой как-то подъедать, знаешь. Все равно, это не то. Да, тебе уже не хочется. А вот знаете, еще я думала о чем вот дети, допустим, дети не любят брокколи, да, вот, ну, какие-то овощи там. То, что необходимо есть, но не очень хочется. Вот. А если можно замаскировать, смешать с какими-нибудь вкусненькими ингредиентами и замаскировать все это. Действительно, камуфляж брокколи, вот для чего нужен. А ты пробовала пюре из брокколи? Да. Очень вкусно. Из горошка зеленого. Это очень вкусно. Ну, это мы с тобой взрослые люди, а вот детям хотим с ней, что это вкусно. А детям просто говори, что это зеленая картошка. Ну, может быть. 022-264-102. Если вы, уважаемые телезрители, хотите, чтобы ваши родные, близкие, дети, самое святое, да, питались правильно, вкусно и полезно, приобретайте сегодня Нутрибулит со скидкой 50% за 1149 лев и также на него еще действует сегодня бесплатная доставка. Так, вот у меня такой маленький вопросик, я так подозреваю, не просто так вот эта чашечка с кофе у нас стоит, да? Так, так, так. Все знают, что кофе обычно измельчалось исключительно в кофемолке. Вручной. Либо вручной, ну, либо в механической, неважно. То есть блендер обычно с зернами кофе не справляется, правильно? Да. Правильно, давайте пробовать. Не только с этим блендер не справляется, я бы хотела все-таки еще раз повторить о том, что наш Нутрибулит обладает мощностью 600 ватт, как вы думаете, достаточно? Это много вообще, да? Да. А фея необычная, сколько? Фея необычная, тоже 600, но фея ничего не перемалкивает. К счастью, 600 ватт, а также двойное лезвие, это то, чем будет перемалывать наш Нутрибулит, перетирать в порошок и пере... что еще? Перетирать. Ну, перетирать, ну, в общем, измельчать абсолютно все. Так, Антонина, давайте все-таки это делать. Давайте. А то, знаете ли, урок русского языка... Так. Опа! Ну, 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 что, все? Все? Да, ну, ты видела, что первого движения уже было достаточно. Достаточно было для того, да, чтобы зерна уже стали действительно... Ну, это, знаешь, крупный помол, если хотите более мелкий, то надо подержать чуть-чуть подольше, правильно? Ну, как бы, да, чтобы вы понимали, что приобретая Нутрибулит, вы сможете перемалывать не только зерна кофе, не надо только лишь ради этого приобретать его, но вы сможете готовить, я напоминаю, Нутрибласты, полезные напитки, обогащенные всеми витаминами, всем букетом и комплектом самых-самых необходимых и важных витаминов. 022-264-102-149 лепь только сегодня, а также еще и с бесплатной доставкой. Да, смотрите, на самом деле, вот если смотреть цены на блендеры, на обычные блендеры, то они примерно такие же. Но, учитывая то, насколько мощная и функциональна эта вещь, я считаю, что однозначно лучше взять вот это. Более того, еще действительно, сколько функционала в ней, помимо обычного блендера, можно делать все, что хочешь с этой штукой. И лед колоть, и орехи колоть, и супы делать, и смузы делать, в общем, действительно, имеет смысл. Тесто для блинчиков. Если, опять же, будем сравнивать с блендером, вы представьте себе сейчас блендер. Это большая штука, которую надо собрать, разобрать после использования, помыть. А тут вот, пожалуйста, маленький, компактный и мощный, да, который будет занимать мало места на вашей кухне, но сколько задач он будет выполнять и дарить вам действительно здоровый рацион. Да, так точно. Спасибо. Антонина, как всегда, спасибо за визит. Каждый раз, то есть вот когда мы говорим о Nutribullity, мы уже рассказывали ведь о нем в одной из наших прошлых программ, это вот просто действительно шикарная вещь, которую мы сами использовали. Именины сердца, так сказать. Да, 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 полезно. Так что, Антонина, давайте еще разок номер телефона и дадим возможность людям, не отвлекаясь от нас, позвонить. 022-264-102. Это номер телефона. Для всех телезрителей, которые хотят сегодня приобрести Nutribullity со скидкой 50%. За 1149 лев сегодня он станет вашим, плюс бесплатная доставка также прилагается. Ну что, да, классно. А мы продолжаем наше утро. Субтитры сделал DimaTorzok. Так что не пропустите. Обязательно посмотрите. Будет интересно. Ну а я, Дмитрий Спиваков, прощаюсь с вами. И напоминаю, что наше утро начинается с чашечки кофе Нес Кафе Классик. Прекрасных выходных. Увидимся в понедельник. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нес Кафе.